Биллис Бэнд в Хабаровске. Коллектив из Санкт-Петербурга играет в стиле романтического алкоджаза и у интеллектуальной публики имеет статус почти культового. Несмотря на то, что песен этой группы практически нет в теле и радиоэфирах, Биллис Бэнд собирает аншлаги. Хабаровск не стал исключением. Репортаж Анна Рожковской. Люди думают, что если человек поет хриплым голосом, то наверняка он алкаш и место ему где-нибудь в кабаке или в баре. Билли Новик, в прошлом патологоанатом, теперь лидер группы имени самого себя, изобрел собственный жанр – романтический алкоджаз. К алкоголизированной публике песни Билли никакого отношения не имеют. Алкоджаз, шутит он, скорее музыкальная альтернатива горячительному напитку. В Хабаровске харизматичные ценители алкоджаза выбрали академическую площадку концертного зала, резонно полагая, что интеллигентные монологи пристало произносить для кристально трезвой публики. Как же так, Билли? Ну а как же реки пива? А как же клубы дыма? Ну как же? Какой же романтический алкоджаз без этого? Песни группы – это своего рода дневниковые записи самого Билли. Сценический образ городского неудачника и лузера на концертах дополняет неизменные шляпы из секонд-хенда и контрабас. «Прощай, дорогая, сними кольцо, выбей шевестник мод, и можешь плюнуть кому в лицо, кто место мое займет». «Это дневники. Вот для чего люди пишут дневники? Чтобы освободить себя самого. Когда ты что-то выписываешь, ты одновременно бэкапишь. Мозг это воспринимает как бэкап, по которому уже не нужно заботиться». Питерский квартет играет в стиле джаз с 2001-го. Идейный вдохновитель группы Билли тему своего творчества определяет специфично – подглядки за жизнью. Его коллеги мыслят в одном с ним ключе. «Очень сложно спорить в группе, которая названа моим именем. Это практически абсурдно. Ну, не нравится? Ну, создай свою группу». Да и продвижение группы, к слову, ничуть не менее специфично для русского шоу-бизнеса. У коллектива, допустим, нет и никогда не было продюсера. Всю нетворческую работу – от рекламы до оформления альбомов и гастрольных графиков – музыканты делают сами. Это самостоятельность для Билли и его бэнда. Принципиально. Ну вот назовите, кто мог бы нам помочь записать новый альбом? Вот в том жанре, в котором мы его записали, никто. У нас нет джазовых продюсеров, у нас класс это просто понятие отсутствует. У интеллигентной публики питерский квартет «Биллис Бэнд» имеет статус практически культового. А вот широкой известности у этих исполнителей джаза нет. Анна Рожковская, Вячеслав Герич для программы «Новости».